МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также о важнейших решениях, принимаемых для защиты населения от пандемии. И вот лишь некоторые из тем, о которых мы расскажем сегодня. Плановое лечение возобновляется, пациентов предварительно оповестят. Заплати налоги и спи спокойно, декларации о доходах нужно подать. Алкоголь – не выход, как снять стресс во время изоляции. Разговоры по душам. Необычные каникулы помогут сближению родителей и детей. Несмотря на то, что за прошедшие сутки от коронавируса в Эстонии скончались три человека, Департамент здоровья планирует возобновить плановое лечение с соблюдением правил инфекционного контроля. Таким образом, постепенно начнут возобновляться приемы врачей-специалистов, стоматологов и другие подобные услуги. Однако привычные графики работы медицинских учреждений будут восстановлены позднее, о чем пациентов предварительно оповестят. Восстановление приема пациентов к врачам-специалистам будет постепенным. Проводиться он будет во всех больницах, за исключением САРМа, где жесткие условия будут сохранены. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, если количество положительных анализов на коронавирус в стране находится на уровне менее 5% от всех проведенных анализов, то можно начать смягчать ограничения. В Эстонии на данный момент это количество как раз и составляет меньше 5%. Да и Департамент здоровья считает динамику заболеваний более-менее стабильной. С учетом этого, сегодня было одобрено руководство по постепенному возобновлению планового лечения, но с требованиями инфекционного контроля. Сегодня мы предприняли первый необходимый шаг по возобновлению планового лечения. Всем медицинским учреждениям будут разосланы подробные инструкции. Пациент должен считаться с тем, что медицинский работник измерит ему температуру, попросит заполнить декларацию о здоровье относительно коронавируса и продезинфицировать руки. Также, находясь в медицинском учреждении, он должен будет носить хирургическую маску, которую ему выдадут на месте. Помимо этого, как сообщили в Департаменте здоровья, в случае стоматологических услуг и других процедур, пациент должен сделать тест на коронавирус не раньше, чем за 48 часов до начала лечения. И результат, разумеется, должен быть отрицательным. Если выполнение сдать тест невозможно, персонал должен использовать дополнительные индивидуальные средства защиты и респиратор. Но тут нужно помнить один немаловажный факт. Постепенный прием к врачам-специалистам не означает, что абсолютно всем будет возможно немедленно посещать медицинские учреждения. Отвечать за визиты к специалистам будет каждое медицинское учреждение отдельно, взвешивая свои возможности и нагрузку. Особенно врачи сейчас обращаются к пожилому населению нашей страны, которые могут подумать, что все ограничения сняты, и можно прийти в больницу и ждать приема врача даже в порядке живой очереди. Это не так. Врачи-специалисты сами определяют, кому на данный момент нужна медицинская помощь в первую очередь. Они взвесят все варианты этого и после этого вызовут нуждающихся на прием. Особенно хочется подчеркнуть тот факт, что ни в коем случае нельзя допустить массового скопления людей в медицинском учреждении. С каждым нуждающимся свяжутся отдельно, в зависимости от того, насколько сильно ему сейчас необходима помощь, исходя из того, когда ему был назначен визит в последний раз. Ну и по-прежнему нужно исходить из правила 2 плюс 2, а люди с симптомами болезни должны оставаться дома. Как сказала Мерике Юрило, стабилизация заражения не означает, что мы можем вздохнуть с облегчением, но мы можем постепенно начать смягчать ограничения. Сергей Овченков, Вячеслав Скалецкий, Новости Таллина. На утро сегодняшнего дня в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 124 пациента, из которых 9 находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 169 человек. Самый молодой госпитализированный больной в возрасте 19 лет, самому пожилому 100 лет. Коронавирус унес жизни трех человек 73, 80 и 99 лет. Всего с начала пандемии от вируса в Эстонии скончались 43 человека. И к другим темам. В правительстве и Департаменте здоровья поговаривают не только о продлении чрезвычайного положения, но и о возможном смягчении ограничений. Но экономический кризис, похоже, уже серьезно сказывается на работе предприятий. Число безработных растет, а многие фирмы готовятся к крупным сокращениям. Ограничения, связанные с чрезвычайным положением, оказали существенное влияние на жизни стона земельцев. Из отчетов следует, что уже в первые 2-4 недели, по сравнению с концом февраля, наполовину сократилось посещение кафе, кинотеатров, торговых центров, а также остановок общественного транспорта. На треть уменьшилось число людей на рабочих местах, на четверть – в продуктовых магазинах, на рынках и в аптеках. Зато выросло посещение природных и городских парков, пляжей и число прогулок возле дома. В целом, почти половина населения ограничила в большей или меньшей мере свою мобильность. Это немедленно отразилось и на потреблении. Единственные две группы, в которых мы зарегистрировали рост платежей – это продукты питания домашнего обихода. Люди больше находятся дома, меньше обедают вне дома и покупают больше еды. К тому же, остальные расходы уменьшились, и на еду можно тратить больше. Если говорить о предметах обихода, то магазины стройматериалов работают, и времени больше, поэтому многие решили заняться ремонтом. По оценке одного из крупных банков, оборот платежей по картам сократился на 27%, а снятие наличных уменьшилось на 24%. Уменьшились платежи за гостиницы, на поездки и транспорт, салоны красоты. Поэтому растут и сбережения жителей Эстонии. Но надо иметь в виду, что 24% сбережений составляют менее 100 евро, а у подавляющего большинства вкладчиков они не превышают 500 евро. Рост вклада в последние недели говорит лишь о том, что хотя безработица растет, ее влияние пока не столь заметно. Это связано и с тем, что касса по безработице недавно начала выплаты пособий. В Эстонии лишь 10% жителей находят, что кризис пока не оказал на них негативного влияния. Но у всех, у кого есть возможность, стоит попробовать подумать о сбережениях. Особенно у тех, кто работает. Кризис может продолжаться долго. Мы говорим о мерах оживления экономики. Принимаются меры, но это долгий процесс. Внешние границы остаются закрытыми, что сильно влияет на нашу экономику. По сравнению с началом чрезвычайного положения, число зарегистрированных безработных за пять недель увеличилось почти на 10 тысяч человек и превысилось 46,5 тысяч человек. Это означает рост уровня безработицы с 5,7 до 7,2%. Хотя она пока значительно отстает от показателей марта 2010 года, когда было 100 750 зарегистрированных безработных, а уровень безработицы достиг почти 15%. Исследования показывают, что эмоциональное чувство уверенности людей пока сохраняется на высоком уровне, и половина населения Эстонии чувствует себя уверенно. Снижение потребления в основном связано с вынужденной ситуацией, вызванной закрытием бизнеса и ограничениями на передвижение. Но, как полагают специалисты, рост числа безработных приведет к уменьшению сбережения у населения и окажет дополнительное негативное влияние на потребление. И в продолжение экономической темы. Никто не может сказать, как быстро мы победим вирус, как пандемия скажется на экономической ситуации, но эта неопределенность не должна влиять на обязанности жителей страны. В частности, на подачу декларации. В этом году срок их подачи продлен. И о том, как происходит этот процесс в нынешних непростых условиях, мы поговорим сегодня с главным специалистом налогово-таможенного департамента Татьяной Клетенберг. Добрый вечер. Здравствуйте. Татьяна, как сейчас обстоят дела с физическими лицами? Продолжают ли они активно представлять свои данные? Или из-за чрезвычайной ситуации есть некоторые задержки? На данный момент где-то 670 тысяч деклараций уже представлено. 70 тысяч деклараций мы еще ожидаем. Но из-за чрезвычайного положения, в котором в стране действует, бюро обслуживания по всей Эстонии закрыто до 4 мая. Поэтому те люди, которые хотят представить декларацию на бумажном носителе, они в данный момент это сделать не могут. Так как срок предоставления декларации приближается, он у нас в этом году 30 апреля, то мы, конечно, продлеваем. Можно декларацию будет подать и в течение мая месяца. Это что касается частных лиц, а что касается юридических лиц? С юридическими лицами у нас такая ситуация, что на состоянии 20 апреля где-то 4 тысячи предприятий не представили в срок декларации по налогам с рабочей силой. Поэтому хотим обратить на это внимание, что несмотря на то, что вы попали в сложное финансовое положение, все равно декларацию представить надо. Во-первых, это даст государству реальную оценку положения, в котором предприятие сейчас находится, чтобы мы могли в будущем ему помочь, оказать какие-то меры. И во-вторых, предоставление деклараций, также рассрочка задолженности, все эти факторы, они влияют на получение каких-либо пособий, разрешений, которые предусмотрены предприятием. А также это влияет и на участие в конкурсах государственных поставок. Проще говоря, несмотря на финансовое положение фирмы, обязательно данные представить нужно? Да, конечно. Если же предприятие возникает какая-то налоговая задолженность, то обязательно нужно будет связаться с налоговым управляющим и, конечно, составить рассрочку. Мы можем говорить, что налоговый департамент пойдет навстречу или поможет фирмам, которые оказались в очень непростой ситуации? Да, конечно. Мы сейчас всячески стараемся помогать предприятиям. У нас есть свои льготы, которые распространяются, например, на уплату налогов. Ставка по проценту снижена. То есть сейчас идет полностью освобождение от процента. И после 1 мая процентная ставка снижается до половины. Если же предприятие оформит рассрочку, то департамент может снизить и до 100 процентов. То есть полностью освободить от начисления процента. Мы можем говорить, что чрезвычайная ситуация очень сильно повлияла на все происходящее именно с налоговой точки зрения? Конечно, у них возникают налоговые какие-то обязательства, которые они не могут оплатить. Но в любом случае нужно обязательно связаться с налоговым таможенным департаментом, чтобы эта задолженность не висела. Мы идем навстречу и поможем справиться с уплатой налоговой задолженности. Спасибо вам большое. Напомним, что у нас в студии была главная специалист налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг. Продолжаем наш выпуск. Из-за условий чрезвычайного положения многим нашим жителям приходится трудиться на дому и находиться большую часть времени в четырех стенах. Это может вызвать стресс, который некоторые снимают самым банальным способом – употреблением алкоголя. На помощь таким отчаявшимся людям придет онлайн-программа, поддерживающая уменьшение или даже полный отказ от потребления горячительных напитков в эти трудные дни. С разработчиками программы встретилась наша съемочная группа. Как подчеркивают сами разработчики, онлайн-программа, получившая название «Сельги», была создана для того, чтобы поддержать человека, который решил ограничить себя в потреблении алкоголя, что помогает при этом легче справиться с сопутствующими трудностями. Ну а включает она в себя технику противостояния алкоголю, задания, которые помогут осознать опасности, а также упражнения для закрепления навыков здорового образа жизни. Под иными названиями эту программу, которая была разработана в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, используют в Голландии, Канаде, Германии, Швейцарии и Австрии, где она уже показала хорошие результаты. Но для того, чтобы оценить ее эффективность в эстонских условиях, в 2019 году и наше государство при поддержке Института развития здоровья провело исследование, которое показало, что количество дней без алкоголя у людей, которые пользовались программой, также увеличилось. Институт развития здоровья работал над программой «Сельги», изначально разработанной в Швейцарии, два года, чтобы она была адаптирована под условия Эстонии. Ну а предназначена она для всех тех, кто хочет снизить в своей жизни количество употребляемого алкоголя. Возможно, эта программа не поможет людям с сильной зависимостью, но для тех, у кого ее нет, но они потребляют горячительные напитки, по их мнению, часто она может быть полезна. Ведь они смогут что-то изменить в своих привычках. На то, что программа «Сельги» была хорошо принята пользователями, указывает и статистика. Так, 66% респондентов сказали, что она помогла им сократить потребление алкоголя. 76% – что программа проста в использовании. 79% рекомендуют эту методику, если это необходимо другу. И 87% остались довольны решением использовать эту программу. Но для того, чтобы понять, как она работает, стоит отметить, что ее участники должны вести дневник потребления алкоголя, получая при этом рекомендации, поддержку по почте и многое другое, чтобы шаг за шагом приблизиться к своим целям. Психологически эта программа оказывает самую сильную помощь тем людям, которые замечают за собой, что алкоголь в их жизни начинает играть все большее значение, занимая при этом больше времени. А потому эта программа может помочь людям, которые попросту пожелают вести более здоровый образ жизни, ведь она учит навыкам, основанным на научно доказываемых терапевтических методах. Участие в этой программе Института развития здоровья, который обеспечивает полную конфиденциальность, бесплатное. При этом ее можно использовать в подходящее для вас время и в удобном месте, зайдя по адресу selgi.alkainfo.ie. Прохождение же ее рассчитано на 8 недель, спустя которые, все мы надеемся, домашний карантин уже будет снят и жизнь вернется в нормальное русло. Сергей Дадыкин, Вячеслав Скалецкий, новости Таллина. Продолжаем наш выпуск. Старейшина в ООСЦ Саарема Мадис Калас заявил, что берет на себя политическую ответственность за распространение коронавируса на острове и в мае поддаст в отставку с поста старейшины. Калас напомнил, что с самого начала он пообещал вернуться к теме своей политической ответственности сразу же, как только пиковый момент кризиса на Саарема будет пройден. Напомним, что опираясь на мнение Департамента здоровья, управа Саарема не запретила официальные встречи волейболистов итальянского клуба с местной командой, что и стало причиной проникновения вируса на остров. Вслед за постепенно возобновляющимися плановыми визитами к врачам-специалистам, Министерство образования и науки также решает вопрос частичного возобновления учебного процесса непосредственно в учебных заведениях. Однако собирать портфели еще рано. Отказ от дистанционного образования будет зависеть от решения правительства, смягчать ли условия обучения, начиная с 15 мая или нет. Подробности в нашем следующем сюжете. Нужно сразу отметить тот факт, что Министерство образования и науки разрабатывает несколько сценариев развития событий в учебной сфере. И начало ограниченного учебного процесса с 15 мая является лишь только одним из вариантов. И то только в том случае, если условия особого положения, при котором все учебные заведения закрыты на карантин, будут смягчены. И если до сих пор возможность завершения дистанционного обучения с 15 мая обсуждалась относительно общеобразовательных школ, это изменение касается также и учреждений профессионального и высшего образования. У нас несколько сценариев дальнейшего развития событий. Один из них основывается на том, что если режим особого положения будет продлен, то, разумеется, будет продолжено и дистанционное обучение. Есть и вариант того, что если ограничения будут смягчены, то мы рассматриваем возможность ограниченного обучения уже в самих учебных заведениях. Министерство исходит из того, что если начиная с 15 мая ситуация улучшится, можно было бы восстановить процесс обучения, но только частично. Например, в этом случае в вузах продолжалось бы дистанционное обучение, но группы до 10 человек можно было бы допустить в аудитории. В училищах также могли бы проходить лекции в здании учебного заведения группами до 10 человек. Но, опять же, сейчас никто не может со стопроцентной уверенностью сказать, будет ли продлено чрезвычайное положение или нет. Правительство должно дать четкий ответ на этот вопрос в конце нынешней недели, хотя некоторые министры уже выразили уверенность, что ограничения не будут смягчены, по крайней мере, еще на месяц. Но если говорить о высших учебных заведениях, то там все-таки проводится определенная работа и в нынешние дни. Но это не обучение, а специальные проекты, которые было решено запустить в связи со вспышкой коронавируса, которые проводятся при содействии спецкомиссии Ригикугу. Таттусский университет на этой неделе начнет научный проект, чтобы выяснить распространение вируса. Дело в том, что у многих зараженных симптомы не проявляется, и ученые планируют выяснить эту связь. В мае начнется второе исследование, благодаря которому будут изучать наличие антитела людей, что покажет, было ли заражение раньше. Эти исследования нужны для прогноза распространения вируса и прекращения режима чрезвычайного положения. Результаты проектов, согласно первоначальным вычислениям, могут быть готовы примерно через 8 недель. Ну а пока людям остается соблюдать необходимые правила, такие как 2 плюс 2, гигиена рук, держать дистанцию, избегать людных мест и пользоваться при возможности масками в магазинах или в общественном транспорте. А также не забывайте об одном правиле – при возможности оставаться дома. Сергей Обчинков, Вячеслав Скалецкий, Новости Таллина. Сегодня второй день весенних школьных каникул, в период которых из-за режима чрезвычайной ситуации школьникам приходится сидеть дома и избегать контактов с остальными. Ну а поскольку многие дети остаются дома со своими родителями, Таллин предлагает разнообразные развлекательные мероприятия для всей семьи, принять участие в которых можно в онлайн-режиме. Подписанное премьер-министром постановление правительственной комиссии за номером 64 – это тот документ, с которым следовало бы ознакомиться, наверное, и молодым людям. И понять его важно не только тем, кто заразился в общежитии университета в Тарту, где якобы проводили вечеринку, хотя сами студенты это и отрицают. Было это веселье или нет, но в любом случае под карантин попали и те, кто действительно заболел, и те, кто с ними контактировал. И теперь кому-то придется быть в изоляции до полного восстановления, а кому-то до новых тестов. К тому же еще напомнили, что за нарушение карантина может быть штраф до 2000 евро. Очень не хочется, да и опасно, чтобы так же сложилось у кого-то в весенние каникулы. А потому под пристальное внимание Таллинской муниципальной полиции попадают любые скопления детей, большинство из которых, впрочем, понимает серьезность сегодняшнего чрезвычайного положения. Патрульная служба муниципальной полиции осуществляет ежедневный надзор на детских игровых площадках и на спортивных. В общем-то мы следим за соблюдением правил и также места сборов для молодежи. Это мы все контролируем. И в целом можем сказать, что таких страшных нарушений не замечено. Все-таки дети, если они собираются, они как-то слушаются, если им делать замечания, они расходятся. Но также это задача родителей все-таки занять чем-то детей своих на каникулах, организовать им досуг. Учитывая то, что дети как никогда много сейчас общаются с родителями, находящимися на удаленке, папа и мама могут использовать это время, чтобы усилить контакты со своими чадами, которые отмечают по опросам психологов некоторые даже положительные аспекты самоизоляции. Например, самый популярный ответ «папа и мама стали больше со мной общаться» или «папа стал больше со мной играть». Постарайтесь воспринимать каникулы дома не как заточение, а как способ лучше узнать себя и свою семью, наладить общение с детьми и, наконец, вместе прочитать и обсудить книги на полках. Есть предложения, например, и управы района Мустами, которые проводят для семей в эти дни всевозможные интернет-конкурсы. Мы запустили в начале этого месяца конкурс, фотоконкурс «Запечатлите весеннее время Мустами». И я думаю, вот в этой ситуации, где мы находимся, я думаю, это было хорошее такое развлечение для наших молодых и наших уже пожилых. И действительно очень много работ поступило, 55, они разнообразные, разные. Запечатлели наших самых маленьких животных, белок. И самое интересное то, что я не знал, что у нас даже в Мустаме есть зайцы, так что у нас есть даже фотографии и зайцев, и птиц, и так далее. Все победители этой акции получат призы. Голосовать же за понравившиеся фотоработы можно включительно до 25 апреля, после чего 4 мая в Фейсбук будут объявлены лучшие из лучших. Любители же животных могут также виртуально посетить Таллинский зоопарк. Есть кое-что и для тех, кто хотели бы изучать языки. Для них посредством скайп Центральная библиотека организуют разговорные кружки эстонского, английского, корейского, шведского и немецкого. Но получить более подробную информацию о виртуальных каникулярных занятиях можно на столичном портале talin.ie в рубрике «Онлайн-мероприятие для молодежи». Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, «Новости Таллина». И на этом мы завершаем выпуск программы «Новости Таллина». Вас еще ждет прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь. До завтра и желаю приятного вечера. Ну и, конечно, то, чего мы желаем друг другу в эти дни – здоровья. И уже ставший традиционным, но очень важным призыв. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Предстоящей ночью ожидается малая переменная облачность без сильных осадков. Ветер северных направлений – 3,9 метров в секунду. Температура воздуха – 3,5 градусов тепла. Утром незначительная переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, температура воздуха – плюс 4,6 градусов. В среду днем погода будет ясной или с небольшой облачностью. Ветер северных направлений – 4,9 метров в секунду. Температура воздуха – 9,11 градусов тепла. В ночь на четверг погода будет ясная, рано утром возможен туман. Ветер западных направлений 2,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 1,3 градуса. В четверг днем переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 3,9 метра в секунду. Температура воздуха 10,12 градусов тепла. Ночь на пятницу малооблачная без осадков. Ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду. температура воздуха плюс 2-4 градуса. Днем в пятницу переменная облачность. Временами возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений. К вечеру северный ветер порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.